Здравствуйте, друзья! Компания Peugeot после нескольких тизерных изображений и многочисленных намеков все-таки представила абсолютно новый Peugeot 5008. Большой семиместный кроссовер от французского бренда предлагает огромное количество силовых установок и приятный интерьер. Но давайте обо всем по порядку. Новинка отличается аэродинамическим силуэтом и относительно высокой боковой линией с массивными крыльями, придающими ему объема. Основная фишка автомобиля – это новая решетка, плавно сливающаяся с кузовом автомобиля и не имеющая четких границ. Это элемент нового дизайнерского языка компании, как и новая передняя оптика, нависающая на эту решетку. Топовой комплектации GT кроссовер готов предложить матричную LED-оптику, которая автоматически адаптирует свет фар к условиям дорожного движения, не мешая другим участникам. Новый 5008, как и его собратья по линейке, может предложить аэродинамически эффективные диски на 19 дюймов. Если этого мало, можно заказать и 20-дюймовые, с геометрическим дизайном, украшенным новой эмблемой Peugeot в центре. Кроме того, в этом поколении было уменьшено количество декоративных вставок на кузове, а от хромированных деталей отказались в пользу лакового покрытия на некоторых элементах, что разбавляет общий вид автомобиля. Новый Peugeot 5008 доступен в шести цветах, а для модификации GT в стандартной комплектации предлагается двухцветная краска с глянцевой черной крышей. В длину новинка вытянулась на целых 4 метра и 79 сантиметров, в ширину на 1 метр и 89 сантиметров, а в высоту автомобиль достигает 1 метра и 69 сантиметров. Благодаря таким габаритам француз способен взять на борт до 7 человек, и у него три ряда сидений, но не это его главный козырь. Французы уже давно делают одни из самых интересных интерьеров в автопромышленности, и за те деньги, которые они стоят, это одни из лучших салонов. 5008 не стал исключением. Погружаясь внутрь кроссовера, все ваше внимание притягивает так называемый панорамик iCockpit, представляющий из себя огромную 21-дюймовую панель высокого разрешения, которая простирается от левого края приборной панели до центральной консоли. Этот панорамный экран как бы парит над всем остальным. Эффект парения усиливается светодиодной подсветкой, источник которой расположен под экраном. Для улучшения эргономики и более простого считывания информации, 21-дюймовый панорамный экран слегка изогнут к водителю, оставаясь при этом полностью доступным для пассажира. Таким образом, эта цифровая панель сочетает в себе и цифровую приборную панель, и экран для доступа к мультимедийной системе. Но есть одно но. Такая архитектура будет вам доступна только в топовом исполнении GT. В базовой комплектации Allure вместо 21-дюймового дисплея вам будут предлагать два 10-дюймовых экрана на одной опоре с таким же эффектом плавания. Но выглядит это уже не так эффектно. А вот компактное рулевое колесо будет доступно в обоих комплектациях. Именно этим выделяются автомобили французского бренда. Не всем оно нравится, так как из-за своей формы и размеров перекрывает часть приборной панели. Но в компании уверяют, что они сильно переработали руль, и теперь он стал еще удобнее. Радует, что никуда не делись 10 настраиваемых сенсорных клавиш iToggles, которые можно запрограммировать на быстрый доступ к 10 любым функциям. Причем у вас нет никаких ограничений в этом плане, и это действительно очень удобно. Ты кастомизируешь управление функциями своего автомобиля под себя, как тебе удобно. Одна претензия, что они сенсорные, но достаточно большие и находятся в удобном месте. Уже в базовой комплектации Allure новинка предлагает беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. Есть также голосовое управление и даже доступ к искусственному интеллекту ChatGPT для обеспечения лучшего взаимодействия между пассажирами и автомобилем. В качестве опции новый Peugeot 5008 предлагает систему кругового обзора, состоящую из четырех камер, расположенных максимально близко к передним и задним колесам, а также 12 датчиков, разбросанных по всему автомобилю. А еще автомобиль предлагает более 40 систем безопасности. Часть из них доступна в базе, а часть как опция. Допустим, тот же адаптивный круиз-контроль для комплектации GT доступен в базе, а в комплектации Allure за него нужно будет доплатить. Все это богатство технологии украшено декором из настоящего алюминия, охватывающего всю приборную панель и передние двери. Есть еще необычная подсветка и тканевая обивка, контрастирующая с вставками из алькантары, хотя кожу тоже можно заказать, как и эргономические сидения. Ну а теперь немного технической информации. Новый кроссовер от Peugeot базируется на новой платформе STLA Medium от конгломерата Stellantis, имеющую удлиненную конфигурацию в сравнении с новым 3008. Эта платформа очень гибкая и разрабатывалась в первую очередь под электромобили, это нужно понимать. Но она также умеет работать и с ДВС, и в этом ее преимущество. Так что новый Peugeot 5008 предлагается как в чисто электрическом варианте, так и с гибридной силовой установкой. На выбор французы предлагают три варианта полностью электрической силовой установки. Во всех случаях используются синхронные электромоторы с постоянными магнитами. В базе кроссовер предлагает одномоторный вариант на 213 сил и 345 ньютон-метров. Если этого мало, можно выбрать промежуточную модификацию с одним мотором на 231 лошадиную силу и 345 ньютон-метров. А топовая двухмоторная модификация выдает 322 лошадиных силой и 515 ньютон-метров крутящего момента. Все варианты без исключения полноприводные. Все электрические модификации кроссовера питаются от батареи в 98 кВт-час. Это высоковольтная литий-ионная батарея с рабочим напряжением в 400 вольт и химическим составом никель-марганец и кобальт. Она расположена под полом. Компании обещают лучшую автономность в своем сегменте с запасом хода от одного заряда в 660 километров. Но нужно понимать, что речь идет о самой слабой одномоторной версии. Более мощные варианты не будут такими дальнобойными и будут предлагать пробег в пределах 500 километров. Разъем для зарядки расположен на левом заднем крыле. Для зарядки переменным током доступны два типа бортовых зарядных устройств. Трехфазное устройство на 11 кВт доступно в стандартной комплектации, а за трехфазное зарядное устройство на 22 кВт придется доплатить. Для зарядки постоянным током от мощных зарядных станций предусмотрена розетка Mode 4. Она способна переваривать мощность до 160 кВт. Это позволяет кроссоверу зарядиться с 20 до 80% всего за 30 минут. Остальные потребители электроэнергии, такие как освещение, информационно-развлекательная система и прочее, по-прежнему питаются от аккумулятора напряжением в 12 Вольт, который сам получает питание от высоковольтной батареи через преобразователь. Управление температурой батареи осуществляется с помощью циркуляции охлаждающей жидкости. Это обеспечивает сверхбыструю зарядку, оптимизированную автономность и увеличенный срок службы. Тепловой насос также присутствует. На аккумулятор компания дает гарантию 8 лет или 160 тысяч километров пробега. Кому же электрокары не милы, можно выбрать один из двух доступных гибридов. В первом случае компания предлагает мягкий гибрид, состоящий из 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового мотора с 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность такой установки составляет 136 сил, а сам двигатель работает в паре с шестиступенчатым роботом. В следующем году компания предложит полноценный подключаемый гибрид. Он сочетает в себе электромотор мощностью в 125 сил и двигатель внутреннего сгорания мощностью в 150 сил и может обеспечить запасом хода на одной электротяге в 79 километров пути. Больше подробностей об этой установке компания обещает раскрыть в ближайшее время. Цены на автомобиль тоже пока не раскрываются, и Peugeot это сделает только в сентябре. Так что пока купить автомобиль не представляется возможности. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно, а чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал и не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok